История с открытым финалом, она длится больше 20 лет. Все эти годы памятник природы Виновская роща отравляет нефтяная линза. Хотя многие утверждают, загрязнение появилось гораздо раньше, более 40 лет назад. Версий возникновения грунтовых вод с нефтепродуктами тоже много. Одна из них большой пожар в Блисвиновке, после которого под землю ушли тонны горючих материалов. Под ударом редкие животные, птицы. Некоторые из них занесены в Красную книгу Ульяновской области и России, а еще 32 ручья. Все они из родников стекают в Волгу. Какие-то величины, потому что нельзя измерить тот ущерб, который был нанесен за этот период времени. Я думаю, что более старшее поколение помнит ту ручку, которая была до этого. То есть все эти родники, которые не были загрязнены. И уже, наверное, более молодые не застали этот период времени, когда это все будет. В 2021 году разработан проект рекультивации нефтезагрязнения. Получены необходимые экспертизы, выделены деньги. Сумма на работы нужна внушительная. Получить ее профильное министерство смогло через национальный проект «Экология». Это 256 миллионов рублей. Разорвать цепочку разрушения специалисты обещают за два года. Работать будут на площади в 2,7 гектаров. Синее пятно значительно больше. Вся территория Винницкой рощи и зона проведения работы – это 2% от общей территории. Каждый родник будет изолирован. То есть мы проводим каптаж, то есть детонируем всю эту территорию, вставляем трубы для выхода воды. Вода попадает в специальные колодцы бетонные, то есть не касаясь почвы ничего. И дальше из этих колодцев по трубам она уходит на очистные сооружения. И уже очищенная вода попадает в Волгу. Таков план. При этом, как заверяют в профильном министерстве, дополнительный ущерб парку не нанесут. Все работы будут проводить с помощью малогабаритной техники или вручную. Убрать полностью нефтяное загрязнение вряд ли получится. Оно находится под домами, дорогами. Это как сеть капилляров. Однако сократить ущерб до минимума шанс есть. На это и направлены все старания экспертов. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.